Привет, меня зовут Тимур Асланов и вы смотрите видеоуроки по связям с общественностью. Тема сегодняшнего урока – 10 качеств пиарщика, которого любят журналисты. Журналисты и пиарщики – это вечное противостояние и холодная война. И у каждой страны масса претензий к противоположной. Но иногда пиарщикам удается выстроить вполне неплохие отношения с представителями СМИ, что помогает весьма эффективно решать свои задачи. Что же нужно знать пиарщику, чтобы пользоваться успехом у тех, кто по другую сторону баррикад? Что ценят журналисты в пиарщиках и за какие качества их любят? Предлагаю обсудить 10 качеств, которые помогут превратить войну в дружбу. Хороший пиарщик знает своего журналиста. Вещь простая, но сколько пиарщиков ей пренебрегает. Нет ничего хуже, чем получить от пиарщика письмо с обращением «уважаемый редактор» или «дорогой журналист». Нет личного обращения, нет внимательного отношения к письму, нет вашей истории в публикации. Вы должны четко знать, кто в издании работает по вашей тематике. Имя и фамилию. А еще лучше иметь персональное досье на своего журналиста. Чем живет, чем увлекается, как зовут жену, ребенка, собаку и так далее. Это поможет в выстраивании личных отношений. Но в первую очередь изучите материалы этого журналиста, чтобы понять, как он пишет, как работает с фактами, как берет интервью и так далее. Это поможет вам готовить ему информацию в том виде, в котором она будет ему наиболее полезна и понятна. Хороший пиарщик знает свое издание. Журналистов больше всего злит, когда пиарщик пичкает его новостями, которые не вписываются в формат издания. Пиарщик тратит время журналистов пустую и свое тоже. Вместо того, чтобы изучить редакционную политику и формат издания, чтобы понимать, для какой аудитории работает данная СМИ и на чем делает акцент. Сделать это несложно. Формат не является коммерческой тайной. Если у вас совсем нет времени на анализ самого СМИ, задайте журналисту вопросы. Он с удовольствием вам расскажет про информационную политику, чтобы избавить себя в дальнейшем от пресс-релизов о детских утренниках в цеху вашего завода. Хороший пиарщик – быстрый пиарщик. Журналист живет под постоянным прессом дедлайнов. В вечном цейтноте. Не заставляйте его сидеть и ждать от вас информацию, цитаты, согласования, фото и так далее. Имейте все заранее на готове и отправляйте молниеносно. В печать пойдет не самая интересная история, а та, которая раньше будет готова. Поэтому будьте быстрым и будете первым. Хороший пиарщик – эксперт в своей теме. Журналистам нравятся пиарщики, которые разбираются в том, что они пиарят. Журналистам важно иметь возможность положиться на человека, с которым они работают. Значит, он не будет подвоха в виде непроверенных данных или информации, которая с точки зрения профессионалов индустрии выглядит как бред собачий. Понятно, что сегодня вы пиарщик трубного завода, а завтра рыбкомбината, а послезавтра хоккейного клуба. Жизнь не стоит на месте, и люди меняют места работы и отрасли. Но на каждом месте надо погружаться в тематику максимально глубоко. Слишком много поверхностных людей у нас во всех сферах, и пиар, увы, не исключение. И тем ценнее для журналиста пиарщик, который в теме, который может понятно объяснить сложные вещи. Информацию, за которым не надо по 10 раз проверять. Хороший пиарщик грамотно оперирует цифрами и фактами. Доверие к любой истории выстраивается не на основе эмоций и прилагательных превосходной степени, а благодаря конкретным фактам и интересным цифрам. Дайте журналисту и то, и другое, и он будет вам благодарен. Но не просто бейте по голове абстрактными данными, что надои выросли на 10 тысяч литров в день. Подавайте цифры так, чтобы сразу было понятно, много это или мало. Для этого нужен контекст, сравнение. Без него любое утверждение кажется непонятным и голословным. 10 тысяч литров в день – это больше или меньше, чем в среднем по отрасли. А сколько у лидеров отрасли? А с чем еще можно это сравнить? Журналист должен дать читателю яркую картинку. Помогите ему найти эту картинку. Подскажите. Самому ему порой некогда думать над этим. Хороший пиарщик присылает хорошие иллюстрации. Одна хорошая картинка лучше тысячи слов. Уходит в прошлое газетные кирпичи на полосу А2 без иллюстраций. Мы живем в век визуализации. Любой рассказ надо подкреплять картинкой, а лучше картинками. А иногда и видеозаписью. Сегодня издание не содержит штат фотокорреспондентов. Не всем нравится иллюстрировать статьи и материалами из фотостоков. Хорошее оригинальное фото привлекает внимание аудитории и помогает продвижению в поисковиках. Дайте журналистам хорошие, интересные, цепляющие картинки, и они полюбят ваш материал, а заодно и вас. У них сейчас порой совсем нет бюджетов на фотографов, а у вас он должен быть. В крайнем случае, начинайте сами осваивать основу фотосъемки. Сегодня без этого никуда. И картинка – это не только фотографии. Это любая визуализация вашей истории. Графики, диаграммы, для деловых изданий в первую очередь, в развлекательных они скорее отпугнут. Схемы, инфографика и так далее. Хороший пиарщик помогает журналисту увеличить охват. В наше время лайки иногда стоят дороже денег. Любое СМИ борется за аудиторию с другими медиа, и сегодня это не столько печатные тиражи, сколько просмотры публикаций. Даже не сайты в целом, а конкретных статей. И журналисты внутри редакции тоже конкурируют между собой, меряются количеством просмотров своих публикаций. Помогите журналисту победить в этом соревновании. Если он взял вашу историю и опубликовал материал, сделайте репосты. Раскидайте по своим аккаунтам в соцсетях. Привлеките друзей и знакомых, чтобы помогли вам репостами. Это как минимум. Журналист это непременно оценит. А как максимум, прикупите показы для этой статьи в Яндекс.Директе. Это можно сделать, не используя колоссальных бюджетов, но это существенно увеличит просмотры и решит две задачи. Первое. Журналист увидит, что благодаря вашей теме у него растет рейтинг. Второе. Вы получите дополнительный охват для вашего же материала, и эффективность публикации тоже существенно увеличится. Хороший пиарщик не долбит журналиста как дятел. Все мы знаем, что нужно делать в фоллоуап. Отправили релиз, позвонили, проверили, дошел ли. Потом позвонили и спросили, ну как, опубликуете? Потом позвонили и спросили, ну когда уже опубликуете? А потом еще раз позвонили и спросили, уже опубликовали? И чем больше вы отрываете журналиста от работы, тем больше он вас ненавидит. Потому что времени у него всегда в обрез. Потому что дедлайны, сроки, строки. А тут вы со своим фоллоуапом. Безусловно, про себя надо напоминать. Иногда, если этого не делать, журналист может просто про вашу новость забыть. Но не надо становиться его ночным кошмаром. Такая настойчивость хороша в холодных продажах. Да и там она уже потихоньку уходит в прошлое. Не забывайте о чувстве меры. Не забывайте о чувствах других людей. И они будут помнить о вас. Хороший пиарщик вообще не звонит журналисту. Если, конечно, речь не о кризисных коммуникациях или о звонке с предварительной договоренностью. Я много раз говорил о том, что журналист живет в постоянном цейтноте. Отвечать на звонки для него мощный раздражитель и потеря времени. Потому что вы звоните ему тогда, когда это удобно вам, не думая о том, что он в данный момент делает. А он пишет статью, ему нужна максимальная концентрация. И любое отвлечение – серьезный стресс. Потому что потом вернуться к материалу и снова настроиться будет непросто. Хороший пиарщик не звонит, а пишет. Пишет в почту, пишет смс-ки, пишет в мессенджеры. И получает ответ тогда, когда журналисту удобно ответить. И не надо присылать голосовые сообщения на 10-15 минут, объясняющие, что вы хотели сказать в своем пресс-релизе. Их некогда слушать. Пишите релизы так, чтобы из них сразу было понятно, что вы хотели сказать. Хороший пиарщик – грамотный пиарщик. Журналисты работают со словом, с языком. Это их бизнес. И когда кто-то относится к языку небрежно, это бесит журналистов. Они не хотят работать корректорами у пиарщиков. Они не хотят продираться через неправильные склонения существительных, через путание тся-тся и прочие классические заболевания неграмотных авторов текстов. Неграмотный текст сразу рождает ощущение, что и информация в нем тоже какая-то неправильная или недостоверная. У журналистов нет недостатка в пресс-релизах от пиарщиков. И в режиме дедлайна он скорее возьмет в работу релиз без ошибок, а ваш отложит, положит поближе к корзине. Конечно, это не все качества, о которых стоило бы поговорить в рамках этой темы. Увы, формат короткого видео не позволяет перечислить и детально обсудить все, что необходимо. Но даже если использовать хотя бы эти 10, результат кардинально поменяется. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Если оно показалось вам полезным, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Тимур Асланов. Пока!